Голубая бусина. Эскимосская сказка. В далёких холодных краях, где зима гостит не три месяца, а почти весь год, жил охотник с сыном. Когда мальчик подрос, пришло время его женить. Долго думал охотник, как выбрать жену для сына хорошую и трудолюбивую. Да и придумал. Пошёл на базар, продал несколько шкурок, а на вырученные деньги купил красивые голубые бусины. Сложил бусины в мешочек, запряг собак в нарты и поехал в соседнее селение. Остановился у одного дома, достал из мешочка бусину и крикнул. Эй, девушки, а вот кому бусину голубую? Чистоты небесной, яркости чудесной. Отдам недорого. Все вам мастерицы шить. Вот и принесите мне обрезки меховые. Кто лучший принесёт, тому бусина достанется. Сбежались к старику девушки. Посмотрели на голубую бусину и мигом кинулись по домам. Каждой захотелось иметь такую. Целые шкуры не жалко за украшение, а старик бусину за обрезки отдаёт. Принесли девушке обрезки, но приезжий не спешит расставаться с бусиной. У тебя, говорит он одной, обрезков много, но все они мелкие, а у тебя крупные, шепчет другой, но их мало. Наконец отдал охотник голубую бусину девушке, которая принесла целую кучу крупных обрезков и поехал к следующему стойбищу. А туда уже весь долетело о странном торговце, что раздаёт за меховые обрезки бусины. Снова начал охотник оценивать. Славные, говорит он девушкам, из вас хозяйки получатся. И кроить умеете, и шить, только мужей выбирайте добычливых, чтобы шкурок на вас могли напастись. Не поняли девушки, о чём это старик. А он вздохнул тяжело, отдал по уговору голубую бусину и совсем уж собрался дальше ехать. Но заметил ещё одну красавицу. Шубка на ней ладная, узор из кусочков меха чудесный. А ты чего же не подошла, милая? спрашивает старик. Да хвастать мне особо нечем. Хотелось бы и мне бусину уметь, но у меня всего два обрезочка маленьких, и те подруги подарили. Почему же у тебя своих кусочков нет? Отец у меня уже старенький, тяжело ему ходить на охоту. Вот и стараюсь я так краи тишить, чтобы ни одного кусочка даром не пропало, отвечает девушка. Тут и понял старик, что именно такая жена его сыну нужна. Добрая, жалостливая и трудолюбивая. Отдал он девушке самую большую и яркую бусину, а сам поехал домой. Ну что, отец, удачно ли была ваша дорога? спрашивает сын. Да, сынок, нашёл я девушку такую, что и тебе доброй женой станет и мне заботливой дочерью. Собирайся и поедем свататься.